Школы и детские сады Химок закрывают на трехнедельные каникулы, а в колледжах и вузах введено свободное посещение. Это значит, решение о посещении занятий несовершеннолетними ложится на родителей. Студенты, достигшие 18-летнего возраста, действуют на свое усмотрение. Также в округе запретили мероприятие численностью более 50 человек. Очень важно для нас, что сегодня отсутствует динамика абсолютно. Насколько я проинформирован, у нас есть только 9 людей, которые заражены сегодня. Эта цифра не растет, к счастью для нас с вами. Но тем не менее, мы понимаем, что сегодня избежать распространения болезни возможно только принятием непосредственно комплексных мер. Об эпидемиологической ситуации в округе доложил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов. С февраля врачи работают в аэропорту Шереметьево и ведут осмотр прибывших из стран с неблагополучной обстановкой. На данный момент под наблюдением 129 жителей Московской области. Врачами амбулаторно-поликлинического подразделения ведется динамическое наблюдение за пациентами, которые прибыли, и выполняются карантинные мероприятия. Первый пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию был госпитализирован в Химкинскую больницу 27 января. Всего на данный момент с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован на 15 пациентов. Ни у одного из них диагноз не подтвердился. Также на оперативном городском совещании обсудили месячник по благоустройству. В порядок приведут скверы, памятники, дворы, остановки, парковки и социальные объекты.